Использование личного автомобиля в служебных целях. Ситуация достаточно распространенная в наше время. Вопрос в том, какими могут быть варианты договоренности между руководителем предприятия и работником. Их, и это следует знать, несколько. Организация может использовать легковой автомобиль работника на следующих условиях. По договору аренды транспортного средства, по договору безвозмездного пользования, а также по соглашению об использовании личного транспорта средства работника для нужд нанимателя. Но за все необходимо платить, поэтому и работнику выплачивается соответствующая сумма. Согласно налоговому кодексу Беларуси, компенсация, выплачиваемая работнику за использование личного авто, включается в затраты по производству и реализации товаров. Она учитывается при налогообложении, если это связано с производственной деятельностью организации. В связи с тем, что использование автомобиля осуществляется владельцем как для нужд организации, так и для собственных нужд, нельзя однозначно трактовать, что произведенные организации расходы по добровольному страхованию автомобиля работника, используемого для нужд организации, как расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг, и соответственно, как затраты организации, учитываемые при налогообложении. Поэтому расходы организации по добровольному страхованию КАСКО, автомобиля работника, используемого в служебных целях, нельзя включать в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли.